Внимание! Следующий процесс является опасным для здоровья. Разбираем старый телефон. Субтитры создал DimaTorzok Болучая стреляная кислота. Наполняем, исполняйте эту воду. Ставим на плитку и кипятим 2-3 часа для полного растворения вредных металлов, таких как головы, железы и т.д. Такой цвет через час. Такой через два. Через три часа снимаем с плитки. Как остынет, пропускаем раствор через фильтровальную бумагу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ставим на плитку По ходу работы добавляем немного воды Следующий шаг понемногу добавляем азотную кислоту Лучше добавляем небольшими порциями, чтобы реакция протекала умеренно Субтитры создавал DimaTorzok Так, кипятим 3-4 часа до прекращения выделения горых породов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через обычные бумаги Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перед золотым коктейлем добавим немного воды. Пару минуты все сделано. Лежную воду напарили. Теперь, когда все сделано, растворяем на садах Татарской лодки. Все растворилось, остужаем фильтрой. Первое. Извлекаем золото-биросульфитом на три. Раствор растворившихся микроконтроллеров. Основной раствор содержащий золото-пылать. Да, просто на нём нет. Пару минуты. Пару минуты... Раздобль геросульфит на две водой. Можно добавить лишнюю ложку с учётом присутствие кислоты в растворе. Добавляем к раствору. Делаем то же самое. Через 2 часа пропускаем растворы через фильтр. Золото задерживается на бураке в виде коричневого порошка. Золото задерживается на бураке в виде коричневого порошка. Золото задерживается на бураке. Продолжаем фильтровать дальше. Лучше использовать двойную фильтрацию, как вы видите на видео, чтобы поймать каждую частицу. После фильтрации собираем все в одну посуду. Поскольку это было первое освобождение, посадок содержит желез и другие металлы. Растворяем его в новке следующего предчистового восстановления. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сливаем все в одну посуду для повторного восстановления. Используем тот же мирозульфильный окрел. Субтитры создавал DimaTorzok Через два часа. Субтитры создавал DimaTorzok Как видно на видео, оставшийся раствор зеленого цвета — это признак наличия железа и других неблагородных металлов. Его можно вылет сделать анализ. Чистое золото. Осадок можно высушить из половины в большом усмотрении. Но я свой снова растворил и убрал на хранение. Как видите, раствор стал ярко-желтого цвета. Двойное восстановление очистило осадок. В следующий раз полученный желтый раствор будет восстанавливаться третий раз. Чем его чистота станет максимально 999. Чем его не подходят? Далее, извлекаем по морю. Поскольку золота уже нет в растворе, мы можем свободно использовать хлорное олово для афинажа по воде. Просто приливаем 50-100 миллилитров хлорного олова. Через пару часов осадок будет на дне черного цвета. Дальше действуем по старому сценарию. Пропускаем раствор через фильтр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В дальнейшем раствор в ванной меди будет восстанавливаться второй раз. Тем его частота станет выше. Что с ним делать дальше? Можно прокипятить соляной кислоте, промыть водой, высушить и сплавить. Ненужный раствор в ванной меди можно вывести в отдельную емкость на хранение. Ее можно восстановить, бросив кусок любого железа. Легко сплавить в индукционной печи. Стать и таким образом покрыть затраты на химриогенты, как я и делаю. И напоследок, как вы заметили, медь и прочие другие металлы не мешают извлечению плотиновых металлов. Не важно, сколько у вас в растворе разного мусора. Главное, чтобы там было зуб, атака извлечь его проще простого. И главное правило в этой работе никогда ничего не выехать. Делайте все так, как было показано на видео, и все получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok